Здравствуйте, дорогие друзья! Я Сергей Балакирев, и мы продолжаем курс по объектно-ориентированному программированию C++. Рассмотрим следующий важный момент при работе с классами. Компилятор по умолчанию использует в классе свой набор следующих методов. Это конструктор по умолчанию, конструктор копирования, операции присваивания и копирования и деструктор. А начиная со стандарта C++11, к ним добавилось еще два метода. Это конструктор перемещения и операция присваивания перемещения. Что это такое, мы с вами оставим в стороне. Нас пока будет интересовать самый базовый набор методов по умолчанию. И первый вопрос здесь, почему они вообще существуют? Очевидно, что без них невозможно создание работы с объектами классов или структур. Например, объявляя вот такой вот простой класс в нашей программе, мы сразу по умолчанию получаем базовый функционал. Например, мы можем совершенно спокойно создать объект этого класса. Здесь будет использоваться конструктор по умолчанию. Или мы можем создать некий другой объект и инициализировать его уже существующим. Тогда будет вызываться конструктор копирования. Или мы можем сделать так. Значит, создать некий объект V3 и присвоить ему другой объект. Допустим, V1. Тогда вот здесь вот будет использована стандартная операция присваивания копированием. И все благодаря наличию у компилятора набора методов класса, используемых по умолчанию. Но мы уже знаем, что все эти методы могут быть замещены собственными, явно прописанными в классе. Давайте посмотрим, как это работает. Если, допустим, вот здесь вот в классе вектор, мы с вами объявим любой другой конструктор, который не будет являться конструктором копирования. Ну, например, конструктор с двумя параметрами. А и B. И мы с помощью этих параметров проинциализируем вот эти вот переменные. x и y. Значит, здесь будет y переменной b. Ну, а тело этого конструктора будет пустым. Тогда у нас, соответственно, объекты V1 и V3 созданы уже не могут. А объекты V2 по-прежнему может быть создан без каких-либо ошибок. То есть, фактически у нас произошло следующее. Когда объявили вот этот вот конструктор с двумя параметрами, то конструктор по умолчанию был замещен. Был замещен именно им. Причем, обратите внимание, конструктор, который мы с вами объявили, это не конструктор по умолчанию. Тем не менее, компилятор более не станет использовать конструктор без параметров, который у него был по умолчанию. Он как бы перестает существовать для класса Vector. А вот конструктор копирования и операции присваивания продолжают существовать. Они никуда не пропали. Если же мы вместо конструктора с двумя параметрами объявим конструктор копирования. Значит, сделать это можно следующим образом. Конст Vector. Здесь ссылка на объект, который мы инициализируем. Ну и, соответственно, пусть эта инициализация проходит у нас следующим образом. Значит, вы здесь. Вот в теле этого конструктора мы переменной x присвоим значение соответствующей x, ну а y из вот этого объекта other тоже присвоим значение y. Тогда смотрите, что у нас получается. В этом случае будет замещен и конструктор копирования, и конструктор по умолчанию, то есть без параметров. Остается только стандартная операция присваивания. В результате объект класса Vector создать вот такой вот командой VectorV1 будет невозможно, потому что конструктора по умолчанию просто нет. Однако поправить это достаточно просто. В классе Vector можно указать компилятору продолжать использовать свой собственный конструктор по умолчанию. Делается это вот таким вот образом. Мы говорим, что вот этот конструктор по умолчанию, он должен использоваться тот, который у компилятора уже существует. Для этого вот мы прописываем ключевое слово default, и это ключевое слово default доступно, начиная со стандарта C++11. В результате у нас остается тот же прежний конструктор по умолчанию, но конструктор копирования замещается нашим собственным. И программа в итоге компилируется и отрабатывает без каких-либо ошибок, потому что мы можем совершенно спокойно создавать объекты, вот этот вот класс Vector, ну или вот таким вот образом, когда вызывается конструктор копирования. Конечно, вместо вот этого вот ключевого слова default мы можем конструктор по умолчанию прописать его таким вот образом. Это будет, по сути дела, одно и то же. И программа будет также абсолютно отрабатывать, создавать объекты, и потом их освобождать, удалять. Сбегая вперед, отмечу, что операцию присваивания мы также можем переопределить, заменить своей собственной. И сделать это можно следующим образом. Значит, я ее пропишу вот в таком вот виде. Она будет возвращать константную ссылку на объект класса Vector. Дальше мы прописываем ключевое слово оператор. Потом здесь ставим равно, то есть мы будем переопределять операцию присваивания. Ну а в качестве параметра тоже будет константная ссылка на класс Vector. Значит, здесь пусть у нас будет left, то есть это левый оперант. Ну а делать это операции присваивания, допустим, будет следующее. Значит, мы, во-первых, проверим, что не присваиваем объект сам себе. Так тоже можно здесь сделать по идее. Поэтому если вот это вот условие срабатывает, то, соответственно, мы с вами возвратим текущий объект this. Да, здесь вместо other, соответственно, должны прописать left. Ну а здесь у нас будет следующее. Полю x мы присвоим left.x, Потом полю y мы с вами присвоим left.y, ну и в конце возвратить вот этот вот текущий объект, то есть звездочка this. То есть вот так вот в самом простом варианте мы можем переопределить операцию присваивания. Причем переопределение вот этой вот операции никак не сказывается на сокрытие каких-либо конструкторов. Либо конструктора по умолчанию, либо конструктора копирования. И вообще на сокрытие конструкторов переопределение вот этой вот операции присваивания никак не влияет. Потому что к конструкторам она непосредственно отношения не имеет. Далее. При желании мы можем явно отказаться от использования в классе того или иного стандартного конструктора. Для этого, начиная со стандарта C++11, вводится ключевое слово delete. И, например, если мы хотим отказаться вот от этого конструктора по умолчанию, то можем прописать следующее. Значит, конструктор. И как бы присваиваем delete. Ну, то есть мы говорим о том, чтобы компилятор не использовал свой собственный стандартный конструктор по умолчанию. И если мы с вами уберем все остальные методы, которые здесь прописали, то в итоге вот в этом классе вектор останется конструктор копирования и операция присваивания копирования. Ну, и, конечно же, деструктор. То есть мы не можем теперь создать объект вот этого класса вектор стандартным образом. Вот так вот. Потому что конструктора по умолчанию просто не существует. Если вместо delete прописать дефолт, то никаких ошибок нету. Вот. Здесь создаются объекты, и, соответственно, программа будет компилироваться и запускаться. Но если вместо default мы пишем delete, то, соответственно, удаляется конструктор по умолчанию, и объект класса вектор уже создан не могут. И та же самая ситуация происходит, когда мы помечаем удаленном и конструктор копирования. В этом случае будет замещаться и конструктор по умолчанию, и конструктор копирования. Поэтому все вот эти вот действия становятся недопустимыми. Но что если мы бы хотели запретить вот этот вот конструктор копирования, но оставить конструктор по умолчанию? В этом случае мы можем воспользоваться вот этим ключевым словом default и сказать, что компилятор должен продолжать использовать конструктор по умолчанию. Тогда мы можем совершенно спокойно создавать объекты в 1, в 3, и никаких ошибок у нас не будет. Но создавать объекты, инициализируя их каким-то другим объектом, то есть использовать конструктор копирования, уже будет запрещено. Еще одним распространенным на практике способом управления созданием объектов является определение конструкторов в приватной секции. Например, если определить приватный конструктор копирования, давайте мы это сделаем. Значит, я скопирую вот эту вот строчку, перенесу его вот сюда вот в область private, то есть в секцию private, и скажу, что мы будем использовать конструктор копирования по умолчанию. А эту строчку мы уберем. Тогда мы можем использовать этот конструктор копирования только внутри методов этого класса вектор. А вот за пределами его уже использовать не получится. И то же самое с конструктором по умолчанию. Если мы его перенесем вот сюда вот в секцию private, тогда мы не сможем создавать ни объекты класса вектора вот таким вот стандартным образом, ни на основе каких-то других существующих. Таким образом, используя вот эту вот секцию private, мы можем управлять возможностью создания и копирования объектов определенного класса. И эта возможность нередко применяется в практике программирования. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...